Детки хорошие, послушные. Обнимая маму, дети явно придают ей силы. Татьяна с сыном и дочкой живут в двухкомнатной квартире в Петербурге. Единственное жилье, которое сейчас они могут потерять. Но сдаваться в этой семье не привыкли. Фланкируя казачьей шашкой, Татьяна готовится к судебной тяжбе со страховой. В бой готова идти, несмотря на то, что у нее рак четвертой стадии. Купив квартиру в ипотеку, застраховав жизнь и исправно платя по кредиту, она неожиданно для себя узнала о тяжелой болезни. Инвалидность первой группы. По документам, явный страховой случай. Размер страховой выплаты 100%. На деле вместо выплат, а это свыше 4 миллионов рублей, от компании повестка в суд. Страховщики хотят признать недействительным сам договор. Компании полагают, что были предпосылки болезни, о которых женщина якобы с умыслом умолчала. Никто, ни один человек в мире до сих пор не знает, от чего люди болеют онкологией. Но вот сам факт такой есть, что страховая компания пытается уйти от ответственности. И если они выиграют суд, то нас заставят платить ипотеку. А платить ипотеку мы не можем. То есть мы с двумя детьми останемся без крыши над головой. Самой страховой нашей телекомпании сообщили. У нас имеются основания полагать, что при заключении договора клиентам предоставлены недостоверные сведения о состоянии ее здоровья. А заболевание, послужившее основанием для установления ей инвалидности, возникло до заключения договора страхования. В настоящее время назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты в соответствии с законодательством персональных данных мы не вправе разглашать. Отказы в выплатах через признание договора недействительным становятся обычной практикой. В Омске Ирина после смерти мужа от инфаркта три года не может добиться гарантированных по документам 800 тысяч рублей. В страховой компании узнали, что еще до оформления ипотеки мужчина обращался с жалобами на сердце. А эту жалобу в анкете не указали. Вы хотите вроде как кредит ставьте, это вообще вот даже не прореагирует ни на что. Это чисто символически вы заполняете эти анкеты. В итоге получилось от этого заполнения анкет все и пошло. То есть нас представили там, ну и обманщиками. Правозащитники уверены, заполняя анкету большинство людей не понимают, какие у такого опроса могут быть последствия, рассчитывая прежде всего получить кредит. При заключении договора застрахованный предоставляет страховщику право получить любую информацию, касающуюся его здоровья. То есть он снимает ограничения на врачебную тайну и дает об этом расписку. И страховая компания использует эту расписку, обращается в лечебное учреждение, где этот человек, скажем, проходил какие-то там медицинские манипуляции. И сравнивает сведения в анкете и с его фактическими, скажем, ну и с его медицинской историей. Находя какие-то расхождения, несоответствия. Получается, у каждой страховой компании есть такой козырь, как анкета, а в ней возможность уйти от выплат. И даже тяжба с онкобольной матерью-одиночкой и очевидные репутационные потери при этом не особенно тяготят, если есть шанс не платить. Николай Булкин, Виктор Худи, Дмитрий Бойко и Ольга Кимичи-Жиди. НТВ, Москва, Омск, Петербург.